МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии працуя Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Совет министров-додаткова выделить на будауництво жилья с держпотрымкой 50 миллионов рублей. Мобильная группа гомельского Гарвыконка сегодня наведала завод металлоконструкции. В Мазырском районе завершаются работы по ликвидации наступства Липинского урагана. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Совет министров выросил додатково выделить на будауництво жилья с держпотрымкой 50 миллионов рублей. Гроши будут размиркованы по областях. Гомельская, например, отримает свыше 5,5 миллионов. До речи лета селгомелись, а род инших регионов Беларуси был самый низкий кост квадратного метра жилья, что будуется с держпотрымкой. Не глядячи на то, что селита за складанной экономичной ситуацией финансованием на прамку скоротилась, цены отримливаются заховывать на доступном узровне. А дякуючи постанове Саумина, кватеры по минимальным коштам смогут побудовать еще около 200 семьев. Новые домы должны появиться в областном центре уже селита. Цена квадратного метра в складе приблизительно 660 рублей. Людям, которые имеют потребу поляпшения жильевых умов, стоять на ответному лику, прокредитуют 75% от кошта жилья. Эти деньги будут потрачены для граждан, состоящих на учение, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Администрации районов будут направлять данные граждан на строительство двух домов. Один дом планируется построить в 104 микрорайоне, 63 квартиры, и второй дом, 132 квартиры по улице Федюнинского. Там у нас планируется новый микрорайон. С этого дома мы начнем строительство. Больше подробязное интервью с Ядвигой Блатун глядится у неделю в программе «Новины ты дня». Мобильная группа Гомельска Гагарва Конкама сегодня наведала завод металлоконструкции. Зараз это предприемство переживает далеко не самые лепшие часы. Разом с тем, вельми уже значных порушений у мобильной группы не нашла. С ситуацией на заводе ознайомился Олег Сентюров. Гомельский завод металлоконструкции – далеко не самое передовое предприемство города. На конце 70-х, января все структурное подразделение акционерного товариства «Гомель Аблбуд». Сегодня головное предприемство по отсутности «Банкрут», что не самым лепшим чином отбилось и на финансовом стане завода металлоконструкции. В 2015 году мы вышли, сработали с прибылью и как от реализации, и так по чистой прибыли. Ну и 2016 год у нас все равно прибыль от реализации есть, хотя вторая половина очень была тяжелая года, потому что все было перекрыто, все, расчетные счета закрыты. Работа мобильной группы на Гомельском заводе металлоконструкции починается с проходной. Правда, тех, кто спозднился, на этом предприемстве не оказалось. Проблемы, за якими сутыкнулся завод, на дисциплину не повплывали. 99% людей пришли на работу за час, за, наверное, минут 40 до начала работы. Это не может не радовать. У гэтая дни у цеху Гомельского завода металлоконструкции незвычайно тихо. После ляким выпадку вытворчага шуму практически нема, а тому размулять при необходности можно свободно. По словам администрации, не глядите на невысокую зарплату, каля 300 рублев массовых звольнений на предприемстве нема. Еще годы три тому тут працывали больше 60 человек, зараз кля 15. Шматы, кто сегодня знаходится у вымышленном отпочинку, а тому головная задача кераминства – пошук новых заказов и загрузка могутностью. Члены городской мобильной группы проверяют наявность документов по таганинце биоспеки, цикавятся умовами працы и выказывают свои зауваги. Значных проблем на предприемстве нема, а лени, которые дробьзи да несчастных выпадков привести могут. И еще одна парада – провести субботник и увогу ли больше уваги надавать культуре в творчестве. Тем больше, что перспективы у завода все ж таки есть. На сегодняшний момент мы заключаем договора, выходим на рынки России, стараемся выйти, получить хоть какие-то заказы и выходим за пределы Гоменской области. Стараемся иметь какие-то заказы, заключаем договора. Заключили договор с белорусской цементной компанией на поставку металлической формы для производства железобетонных изделий. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадуя компания «Комик». В Мазырском районе завершаются работы по ликвидации наступства у Липенского урагана. Вся рода наибольшь потерпелых от моцного ветра – территория Романовского лесництва. Тут работа кипит уже на протягу 8 месяцев. Подробязности у корреспондента телеканала «Мазыр». Ураганный ветер пройшелся по лесной полосе 12 липеня минулого года. И он выкорчевывал шпангодовые хвои, а молодейшие древы ломал як за палки. Гэтые кадры зняты праз месяц, пасля разгулу стихии. Расшисткой буралому займались десятки организаций и сотни супрацовников. Праца не спынялась и не на день. До первого красавика работы повинны быть целком завершенным. Работает у нас сегодня около 120 человек. Проводим это уже четвертый субботник, чтобы эту ситуацию, как можно более сжатые сроки, устранить эти все последствия. С одной стороны, для посадки это нам благоприятствует погода, то есть сроки растягивают, дождики проходят. Что касается очистки лесосек, да, усложняют эти дожди, которые проходят, усложняют работу натурных лесосек. В Шумаде пройтись, а может только могутная специализованная техника. Фарвардер-Тимберджек на гусеничном ходу рухается навод у моц на заболоченных местах, где иншие машины оказываются бездопоможными. За восемь месяцев в штадионной праце картина изменилась. Замест поваленного леса у гектары подрыхтованной глебы. Тут снова будет лес. Правда, совсем не худко. С этого соснового паростка древо вырасти только празд 80 годов. На посадку леса привлекается до 20 человек. Работа, конечно, осложнена погодными условиями. То ветер, дождь, снег. Но все равно продолжаем сажать лесные культуры, так как сроки для создания лесных культур очень маленькие. Как только почва высохнет, лесные культуры сажать нельзя будет. Керамунинство леса составит задачу, как до субботы лес выглядел, как иголочки. То, что стихия пошкодила за несколько минут, людям пришлось убирать больше, как полгода. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. В ученой Сусветной величине член Нобелевского комитета Мац Ларсен прочитал лекцию по физице гомельским студентам. Профессор Стокгольмского университета на протягу 15 годов. Супрацовничая с ГДУ Мяфранциска Скарына. У Гомельска и Стокгольмской ВНУ назапашены богаты в опыт суместной работы. Наши молодые ученые в Стокгольмском университете оборонили две докторские и пять магистрских диссертаций. Выпускники ГДУ отримали макшимость працевать за уникальным обсталяванием, коштам у десятки миллионов долларов. Наприклад, задронным коллайдером у Европейской организации по ядерных доследованиях. Мац Ларсен стал 12-м поликую замежным навуковцем сярод гоноровых докторов ГДУ. Чарговый визит профессора оказался коротким, але насыщенным. 90 лет назад зародилась квантовая физика. Сегодня я расскажу об этом и какие Нобелевские премии последовали за этим открытием. Но у нас нет текущего совместного проекта с Гомеля, мы как раз обсудим перспективы. Например, сегодня мы работаем с Киевом, и я хочу расширить проект и включить в него Гомель. Тем более у коллег из Киева тоже есть здесь контакты. Основы биоспеки – жить отдельности, оказание першить до помоги, идеи не в надзвучайных ситуациях. У Гомеля завершился областный этап конкурса «Студенты биоспека будущения». Команды пяти ВНУ споборничали в выполнении творческих, практичных и террористических заданий. Самыми отказными и хваляющими были в опробовании ДТЗ и колодеж. У первого, по легенде, отбылась авария с потерпелым и узгоранием. У другого – человек провалился в колодеж, и студенты оперативно их уротовали. Вылазь, Женя! Вылазь, ну! Вылазь, зацепляем! Отцепи! По выниках шести из поборництва переможцами стали представники Белдута. До речи, лидерство ГТВНУ утромливает четвертый год запор. Команда представить Гомельщину на республиканском этапе конкурса. Мы уже очень сильно сплотились, что нам очень большой плюс, потому что чем больше мы друг дружку знаем, тем нам легче друг с другом обходиться, где-то под друг друга подстроиться, чтобы в конкурсе показать лучшие результаты. В школе училась в классе МЧС. У меня интерес МЧС вызвали еще со школьной скамьи. И в университете я узнала, что можно и дальше этим всем продолжать заниматься. И я не раздумывая, вот уже четвертый год занимаюсь. Другое место заняла команда Гомельского Державного Медицинского Университета. Третья – ГДУ имя Франциска Скарына. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер. Гомель» запрашает поговорить про мову прикметы поверья у старожитных и сучасных. Кожный народ с поколения у поколения передавал мудрость, веды, вопыт житевых назиранев. Рабили так и беларусы. Богатейший духовный свет наших протков, их надзвычайный талент, яскравая фантазия отбилися об радах и звычаях, прикметах и поверьях. Гости студии расскажутся не только про историю сусветных и властно-беларусских забабонов, але и подкажутся, как супаковать развяженную примхами душу сучасныха человека. Добрый вечер, Гомель. Управым эфиры. Сегодня у 20.40 на Беларусь, 4. Телефон студии 37-519. Эта иншая новинка вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Максим Савин.